грубенько 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 поймите вы уже наконец это гелик я эту машину взял за итак друзья всем салам алейкум меня зовут ахмед вы находитесь на канале в engel be и сегодня очередной обзор обзор я буду снимать на 63 гелик 15 года знаете мне в махачкале в дагестане очень многие предлагали снять обзор на свой гелик но я никак не находил время но неделю назад асхаб томаев пригласил меня в свое село чтобы снять обзор на его гелик поехали асхаб сам алейкум алейкум ассалам приветствую тебя спасибо приветствую ребят всем ассалам алейкум я впервые нахожусь в гостях у асхаба томаева вот его дом тут все твои видео всегда смотрю наконец-то увидел этот дом вживую своими глазами суши расскажи мне пожалуйста каково в селе иметь 63 да не знаю как бы для меня так бы ничего особенного в селе конечно таких машин нету пока что может быть появится в будущем пока что селе в районе для 3 гелик по-моему единственный нашем районе и такое что пока ну не видел такую машину посмотрите на меня и посмотрите на этот гелик согласитесь он мне не подходит вот для асхаба он вот больше как-то ну асхаб сам большой гелик тоже такой большой ему он подойдет да еще бороду вот такую отрастить и вообще четко будет но честно сказать я в детстве маме говорил что я куплю себе либо приору либо гелик больше ничего мне нравилась эта машина всегда но я понимал то что это очень дорогой автомобиль об этом автомобиле рассказали все все что можно на ю тубе все рассказали сделали кучу обзоров все плюсы все минусы все и многие говорят то что гелик сейчас уже не тот то есть в 90-х годах он считался до бандитским крутым четким а сейчас это просто гелик но я с этими людьми вообще не согласен потому что ну согласитесь даже сейчас если к вам подъезжают на гелике то вы сразу чувствуете уровень дату что это что-то такое опасное бандитское крутое то есть нету такого если она я например на банане еду я на банане не так опасно буду выглядеть как на гелике все-таки гелик какой-никакой имидж свой держит в любом случае даже сейчас можно сейчас не такой страшный как раньше но все равно гелик есть гелик да мы все прекрасно знаем то что здесь очень тяжело закрывать двери нужно их вот так вот хлопать да здесь вот такой вот капот который можно вот так вот шатать все это прекрасно знают тут петли например постоянно скрипят если вам слышно конечно лобовое очень часто приходится менять из-за пескоструя и таких минусов здесь просто полно и о них уже все абсолютно рассказали но все эти минусы ничто по сравнению с одним плюсом это гелик поймите вы уже наконец это гелик это машина которая разговаривает за тебя ты можешь приехать в любую компанию ты можешь элементарно в магазин за продуктами заехать и к тебе уже будет другое отношение у людей на дороге тебя боятся тебе уступают ты на дороге как пахан ездишь на этом гелике эта машина которую реально можно назвать легендой вот сколько лет первому гелику сейчас во дворе 2020 год и он до сих пор актуален люди его покупают почему потому что гелик по сей день остается самым брутальным самым красивым самым таким злым автомобилем бандитским он дает тебе столько имиджа я не знаю какой автомобиль может дать столько же имиджа сколько и гелик ни одного конкурентно способного автомобиля у бмв против гелика нет не существует просто и дорогой мой любитель бмв кого-то обманываешь неужели ты хочешь сказать что тебе эта машина не нравится ну кого ты хочешь обмануть скажи мне тебе эта машина не нравится ты серьезно ты бы не хотел себе гелик давай не будем давай не будем вот просто закроем эту тему хорошо ты прав окей зашел я в этот автомобиль и первое с чем столкнулся я не знаю куда поставить телефон но имеется ввиду я хочу куда-нибудь его аккуратно вот поставить чтобы он никуда не улетал и в то же время был на видном месте чтобы если позвонит я взял поднял если там например я захочу просто музыку переключить взял переключал то есть на руках не держать приходится короче в бардачок его закидывать а это не совсем удобно конечно когда ты за рулем гелика ощущения такие вот прям переполняют эмоции и мне особенно нравится вот кнопки стеклоподъемников которые находятся прямо тут наверху роботизированная коробка передач точно такая же как у меня на ежке на банане то есть ну здесь есть отличие конечно например кнопка парковки в другом месте переключение спорт механика и комфорт тоже по-другому меня немножко смутил ручник вот реально как на приори такое ощущение как будто ты сейчас поедешь и на повороте жарк поднял и боком кинул машину и так заводим машину чтобы вы понимали а двери вот так вот закрываем вот и сейчас вы должны почувствовать как машина дрожит когда нажимаешь на газ это я просто обожаю в геликах чувствуете нет по сути машина может проехать во многих местах единственная она жесткая и шумная вот это минус но вот видите мы по таким ямам едем вот приора здесь моя не проедет точно грубенько 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 пошел но такое знаешь по поводу управления нету острых поворотов неплохо неплохо есть у нее все-таки тяга немножко немножко неудобно и управлять в плане она вот так уходит это скорее всего из-за поставок который ты поставил 4 асхаб вот ты молодой парень да тебе 19 лет и у тебя есть гелик ты можешь зрителям посоветовать что нужно делать чтобы в таком возрасте купить себе гелик это не относится к тем у кого богатые родители это вот самому заработать и самому купить что делать нужно если так спросить то все начнут описать в комментариях рекламировать 1xb все такое да все будут смехаться честно эту машину я мог себе позволить купить после боя с марвином то есть это было в 16 лет я мог себе грубо говоря позволить купить эту машину в 19 лет я начал youtube вести youtube канал ну неплохие просмотрим когда люди смотрят и хочу занять и так сказать большое спасибо всем моим подписчикам которые меня смотрят если бы не они то у меня не было бы ничего ну кто меня знает на меня всегда в курсе что я если с 9 лет качался ходил в зал и да ну была такая мотивация купить машину быть успешным я хорошо учился и буду всегда занят своим делом но я никогда не думал что у меня лет в 17 будет мл 6 и 3 либо в 19 гелик я просто занимался тем чем я хочу занимался спортом занимался инстаграмом да хотя было очень много насмешек спера было очень сложно родственники критиковали элементарно отец мама им тоже было очень сложно но я понимал что может быть в будущем я дам это мне до свои плоды и я никак никак и не жалею что никого не слушал и продолжать делать свое дело и в дальнейшем я буду делать то что моя душа говорит и я не считаю что нужно слушать там кого-то да просто такая история что нашим родителям очень важно чтобы мы учились и были образованными и я считаю что это правильно в данный момент это такое время сейчас что лучше работать головой и стараться как-то заработать до открыть бизнес может быть заняться блогерством интернет сейчас люди зарабатывают такие деньги которые учителя и врачи не увидят никогда своей жизни но это очень обидно вот моя мама учительница более 20 лет до она всегда работает 24 на 7 всегда проверяет тетради там тут всегда на работе она зарабатывает но если не шумаюсь там я не знаю 45 50 тысяч рублей да ты сам прекрасно понимаешь какие деньги зарабатывать инстаграме да да это очень обидно да мама моя мама очень много труда да да время сейчас такое время какой-то там там а я просто накачался и зарабатывает огромный элементарного сейчас смотришь тикток да смотришь что за ерунда детям заняться нечем просто они что же заработать они зарабатывают очень большие деньги ну на разные тикток блогер который метод 5 7 миллион подписчиков я не думаю они зарабатывать месяц там пару миллион там полтора миллион 2 миллион а таких денег чтобы заработать учителю врачу сколько нужно работать я не знаю не представляю себе понимаете так что занимайтесь развивайтесь разных сферах пробуйте там пробуйте тут а может получится где-нибудь но и и учиться не забывайте я закончу школу на золотую медаль и я никак не жалею что учился это как-то чуть-чуть мне помогает ческать ты красавчик асхаб в плане того что учился у меня знаешь у меня оценки были очень плохие ужасные школе но единственное что скажу каждый человек если захочет он сможет учиться пока не просто это нежелание чтобы ты понимал у меня годовые все тройки были по математике вообще все года все тройки были но экзамен я знал на четверку почему потому что последний месяц я просто все силы вложил в это вот смотри ты закончил одиннадцатый класс нет день это 9 классов по-любому за тобой сидят твою может быть учителя может быть одноклассники да как на это они реагируют так то что ты купил там крутую тачку там тут слушай я тебе сейчас объясню мне просто интересно за 9 ты просто мой ровесник и мне интересно как у тебя такая у тебя ситуация сейчас я тебе объясню за 9 лет учебы я поменял 8 школ в разных городах в селе где только я не учился поэтому у меня я всегда ощущал себя в школе каким-то чужим чужим в плане того что я всегда новенький я всю жизнь новенький и нету такого прям крепкого общения с одноклассниками но тогда знаю там пару человек есть который с которыми я как-то ближе познакомился ближе общаюсь я не знаю что они думают обо мне но именно с моего села я учился года на 3 но до меня доходят слухи то что там этот это сказал это то сказал да он там ну ты понял короче всякие сплетни всякое это но ко мне когда подходит салам алейкум как ты брат близкий вот я не понял в чем прикол ставить сюда один газовый упор до этого вообще кочерга стояла но спасибо хотя бы за это 5 и 5 битурбо в 8 все мы знаем этот двигатель он у меня на ешке стоит он у меня на банане стоит на этом гелике тот же двигатель а чё еще за это двигатель вам сказать я не автоэксперт я не изучаю машины я на них катаюсь понимаете я на них езжу шум навожу в городе больше мне ничего не надо как его закрыть не я я вот так вот его закрываю чтобы понимали асхаб короче меня даже асхаб я могу достать просто мне интересно и мне показалось сначала что ты короче да нет он не короче меня он такой даже выше да и закрой капот и чё нет просто он сказал что ты меня короче а еле вот так вот достаю да а ты прикинь человек реально у меня столько знакомых которые вот досюды мне обычно бывает такая ситуация я замечал наверное тоже замечали что люди ростом метр шестьдесят пять метр семьдесят покупают себя крутые ташки гелендваген еще такую ташу как огромную машину казиллак да этим они хотят удовлетворить свои комплексы и да как ты сказал сказал что человек роста метр шестьдесят пять метр семьдесят сюда никак не единственно бампер залезть и только таким образом да то что они хотят себе большую тачку понятно а капот то как они закрывать будут вот это мне интересно надо своего охранника таскать либо не знаю там 21 мгшные колеса они обычно стоят на последних геликах завода здесь получается перекинули поставили и как мне кажется они очень сильно подходят также проставки стоят чтобы колеса были широкими по моему четырех сантиметровый асхаб поставил честно сказать за счет этого очень сильно теряется управляемость автомобиля то есть руль туда-сюда бегает на дороге ты смотрел отсюда на зеркала они очень сильно похожи на грантовские вот реально приору ставят же гранта зеркала на четырку ставят гранта зеркала вот отсюда они сильно похожи на автоваз но если мы посмотрим уже отсюда вас внутренней части то здесь вообще по-другому то есть форма полностью поменялась вообще как бы автовазом даже близко не пахнет но не знаю кто вот напишите в комментариях похоже же вот есть какое-то вот какая-то ассоциация с автовазом у меня лично есть чуть-чуть поближе ко мне подойди только что заметил как на гелике открывается бак просто вот сюда нажимаешь слегка и все он открыт я честно сказать очень сильно удивлен почему на геликах прям сильно экономит mercedes и в то же время он стоит очень дорого у меня на банане наешке например ты нажал и она получается внутрь заходит и слегка открывается так вот я чувствую вот mercedes вот ценовая категория то что машина дорогая алексова алексом обзор снимаем брат качество чувствуется вот прям то что mercedes почему они на гелике экономят гелик же самый дорогой аппарат mercedes практически ну как так то то же самое как с газовым упором сэкономили и здесь тоже блин блин зачем но радует хотя бы когда машина закрыта его не откроешь вот этот вот звук на банане такого нет ты машину закрыл она вообще никак никуда не двигается если машина открыта просто нажимаешь она тик тик открывает прям ладно чем на это мак давай брат ладно чё на этом внимание акцентировать пусть так и будет сзади гелик выглядит как уазик напишите в комментариях вам нравится когда люди убирают отсюда запаску полностью это вообще делают по сути для того чтобы не свисали петли но мне лично без запаски автомобиль не нравится какой-то он пустой что ли чего-то не хватает лучше запаску отсюда убрать само колесо а вот эту вот крышку оставить чтобы вид хотя бы был правильно же говорю да еще бы неправильно смысле неправильно а ты правильно сказал по моему скромному мнению экранчик здесь очень маленький можно же было его сделать чуть побольше но как мы уже поняли на гелике они сильно экономят дальше получается у меня на ежке можно прям с подлокотника вот с этого бардачка который на подлокотнике оттуда выводить зарядку зарядное устройство заряжать чтобы телефон а здесь нужно вот сюда в прикуриватель засовывать специальный штейкер чтобы подключить зарядку это тоже я считаю что очень неудобно дальше бардачок у нас а почему именно гелик я так скажу человек под который покупает гелик я считаю что они покупают его для понтов чтобы выделяться среди это серой массы потому что эта машина вообще такая знаешь некомфортная грубая двери закрываются как у шестерки копейка вот так снова снова закрываешь не можешь закрыть хор бандитская машина но вышел это понты это понты не более мне нравится там уже я выхожу утром я ну блин у меня душа радуется я понимаю сейчас покатаюсь на машине чуть настроение меня поднимется да я люблю вечер покататься на своей машине подумать о своих планах ну такая история вот такая детская мечта мне блок делик в девятнадцатый делик такого молодец потому что у тебя какая была первая машина первая машина и мол 6 3 такая история что до этого конечно в семье были такие машины как копейка это рабочая машина они чуть-то учился водить примерно понятие не плохая копейка и разыграть на ее знаешь какая ситуация она была очень хорошем состоянии короче ее предлагали купить за 100 тысяч рублей но сейчас но она в храм уже убитая за никого не ухаживают и приорода да и приора конечно я считаю что фальмом кавказская система надо быть приорода который раз выскажет туда поехал раз туда поехал и на гелике ты не поедешь там в лес не знаю ну жалко машину в данном случае прямо как бы особо не жалко можно поехать подожди ты говоришь в лес не поедешь на гелике а что мы едем в лес ты получается сколько ездишь на гелике месяц по городу ездил недавно всего грубо говоря месяц прошел да как и чё как ощущение после и молки честно сказать первое все удивился подумал зачем мне это надо короче вообще неудобно до управление другое езда другая вообще я провыка быстрее я тут быстро не поедешь и сам видишь то уже 160 уже чуть нет не начинают аномали спокойно 250 260 можно было ехать то есть непривычно но сейчас уже я провыкаю все как вы смотри как они меня уважают да там я на гелики понимаешь другой уровень ладно лес мы не нашли асхаб а тебе не кажется то что в гелик они реально пожалели деньги просто реально пожалели если сравнивать с другими мерседесами то тут вообще ну на всем сэкономили ну лично мое мнение этим и выделяется гелик элементарно да все знают как нужно хлопать двери до гелика на мерседес нам или аккуратно закрыл и все закрывается да также наешки на банане а тут надо обязательно хлопать эти двери человек который никогда не садился в гелик он не понимает как надо закрывать дверь для метана тут видны и душу группы страны кино дешевые рублевые шурупы какие-то болты страны по мне это специально так делается что чтобы к бандитская знаешь харизма машину специально делается им не проблема сделать бензобак как на мл им не проблема это специально сделано чтобы этим выделялось от других но вот гелик именно этим от всех других отличается именно поэтому его любят но типа в плане тоже стиль квадрат элементарно смотри тут гуру стоит да неудобно да ну не проблема же им сделать так как на мл в чем проблема ну вот например ну да нету это главное 3.5 камбри ты сейчас здесь поршанул 3.5 камбри рядом с ней не станет просто когда ты ездишь на аппаратах после них тебе как бы ну у тебя такие эмоции ощущения другие вообще бывают до сотки у нее 5.4 да если не ошибаюсь у меня мл до сотки ехал 3.6 я чувствую что она очень сильно боксует боксует здесь стабилизацию включить она здесь боком тут поворот есть еще поворотов все влетают туда на этом автомобиле мне страшно ездить я не могу понять почему асхаб что такое она какая-то неустойчивая какая-то неудобная что ли но это так и есть потому что ты пересел с ешки с банана сюда и это вообще-то другая машина я боюсь что она сейчас уйдет у меня навстречу сама руль сам как-то поворачивает да 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 если ты на ешке можешь одной рукой управлять то тут так не получится если даже получится то должен прыгнуть в такой машине я уже более менее привык за месяц я думаю это и так же будет понятно и ты уже нормально будешь за для первой езды я тебе так скажу я вообще боялся я ездил на геликах но на таком не ездил я ездил на старом я ездил на последнем но последний 63 тормоза не сказал бы что прям ужасный нет тормоза тут неплохие неплохие да я детальше лучше чем на эмэле у меня на эмэле не было таких тормозов знаешь я считаю то что на этом автомобиле за счет тяги но у нее тяга какая-никакая для внедорожника хорошая и по сути на обгон выходить там я не знаю но у тебя только эмэлка и гелик же был по сути тогда ты не поймешь ну знаешь знаешь вот когда у тебя семерка шестерка да когда у тебя просто обычно иномарка там на автомате тупом когда ты выходишь на обгон ты думаешь успею я или нет а здесь ты не тебе не приходится в этом доме ты просто на обгон вышел нажал обогнал нету проблем никаких вообще знаешь какой момент вот едешь ты по дороге слышит рев и этот рев добавляет тебе уверенность разов десять больше уверенности с этим ревом ты на дороге едешь как пахан и она такая блин ну это же реально я не знаю этот автомобиль мне дает какую-то уверенность в плане элементарно ты писать а стрелка вообще он тебя не знает что ты там а что у тебя есть геликси на просто стрелка с кем-то там и ты подъезжаешь на гелике на гелике ты подъехал ты ты понимаешь что за у него что у него вот в душе вот к нему на гелике приехали на стрелку а ты прикинь он подумает что ты сейчас ствол вытащишь выстрелить ему в башку он блин заднюю кинет по-любому а добрый день ты приезжаешь на гелике ты видишь под 100 килограмм 100 килограмм еще кавказец и какие мужчин должны выйти человеку вот это ты себя описал не вообще говорю я это вообще похудел сейчас если быть в форме оговорились мне ну да это типа считается такой бандитская тачка но сейчас в данное время двадцатом году на этих тачка до катаются девушки худые девушки да 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 катаются такие безобидные пацаны которые никогда в жизни занимались спортом никогда не видели ствол тем более я да я просто купил тачку чисто типа понты не пойти просто мне нравится . и все согласись что несмотря на то что на ней ездят девушки обычные пацанчики все равно гелик какая-никакая но бандитская машина все равно если тебе подъезжает гелик все равно какие-то такие чувства ну да да я согласен такой миф да типа за рулем гелика всегда должен быть когда бандит так это принимать людей 90-х годах на этих машинах ездили реально серьезные люди серьезная мафия передвигалась на подобных автомобилях это потом там 2007 8 9 уже начали на двухсотке они пересаживаться и вот сейчас реально на двухсотках не ездят там девушки молодые худенькие пацанчики на двухсотках не ездят даже по моему вот это вот эра геликов медленно переходит к двухсоткам мне так кажется это сейчас мысль голову пришла такая слушай асхаб ходят такие слухи то что на геликах очень часто приходится менять лобовое по той причине что она пескоструется из-за своей квадратной формы ты еще ни разу не менял борта я не успел я только проехал 3000 километров вот ну нормально то есть ты не видишь там всяких точек ну нет я не вижу я просто ее к вашему призу так быстро утром короче побрызгал а так нет сам может посмотреть нет ничего пока что он даже не красилась и не менялась то есть это это заводской эта машина проехал 30 тысяч километров это заводское лобовое и тут не крашена вообще ну не 30 за 30 тысяч километров не поменять лобовое это ну как я знаю как мне сказали что это не редко ездили вообще знаешь чисто на какие-то деловые встречи вот так что наверное из-за этого если попался бы такой водитель как я наверно вообще убиты было на 30 тысяч километров а ты вообще как на езду опасный на водитель короче первая машина у меня мл-63 был быстрая машина чипованная как и твоя ежка там было если не ошибаюсь стейдж 2 и 822 до вам л 6 3 но там знаешь там смотря какой стоит что именно поставили мне сказали 720 лошадок а вот была такая быстро резкая машина и конечно же если я купил 6 и 3 я люблю быструю езду спера боялась она потом ездил 270 280 вот 300 даст я не делал потому что нам боялась мужчина на мужчина начинала дрожать поэтому 275 280 было стабильно так что но на гельке не получается я еду 160 и уже лобовое прям вот наш трескаться хочется поэтому это такая машина 120 140 ехать вот сейчас получил такие смотрелся не маленький скол но обидно бывает маленький скол и машина вообще в родной краски да полностью да да в родной краски как я знаю единственную диски поставили решетку поставлю другую если не ошибаюсь да а так она в родном обвесе если не ошибаюсь и в родном цвете а ты долго еще собираешься на нем ездить я не знаю но если были бы лишние деньги я купил бы себе новый последний гелик но как мы все знаем он очень дорогой я думаю ну нету смыслами 19 лет ему покупать такую дорогую машину по мне лучше инвестировать вкладывать недвижимость умно но я домой знаешь даже диван не могу купить мама постоянно жалуется диван не покупаю все в машины мы с другом смотрим твой инстаграме и всегда замечаем что ты постоянно покупаешь разную машину то банан то ешь куда мы сказали прекрасно по нему купить то купить но туда надо еще вкладывать деньги то машину то чинить и у тебя машина капиталки да сколько ешка на капиталки 350 где-то так 350 тысяч рублей потому что надо вкладываться это очень затратная история ребят купить то купить но тратиться на машину самая сложная ну смотри я банан взял например там 40 тысяч пробег машина как новенькая почти ну почти такая ну да 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 и я прям сейчас вообще за ней слежу прям масло все антифриз вообще прям каждые 4000 масло бы эта машина смотрите ребят я такой человек который зайдет купил два-три дня буду бережно носиться но прошло месяц машина уже недели две про залит антифриз с три дня уже произвели как один литр масла что еще и колесо там что-то более спустилась когда я получил все было идеально но прошел месяц просят антифриз дарит я не доливаю я такой ленивый плане я думал к приезду как меня залить там масло там антифриз дарит думаю пусть будет так короче ну ленивый очень конечно опасный просто у меня знаешь я тебе объясню один момент короче ешку мою знакомого позвал на свадьбу к себе сделать машину свадебной и на свадьбе получается мы с невестой едем я там топлю в городе карты весь у меня машина попросила залить один литр масла я свою машину остановил совсем коррежем остановил открыл багажник вытащил масло аккуратно открыл долил закрутил и дальше поехали я тебе так скажу на эмэйле 6 из рек она была чипована у нее был пробег последнее время 145 тысяч по 145 тысяч километров и она просила долить масло уже две недели я катался две недели а я просил долить масло я каталась так пил всегда надо залить граждан заеду короче на и так и заливал маслом то есть вот такой опасный человек я надеюсь после этого выпуска я поеду там а поменяем масло надо же масло менять действующие проехали новому владельцу млки я не завидую честно сказать я не знаю купили купили по моему перекуп купил купил у меня очень дешево так сказать я очень дешево да то есть ты купил дорого тогда вообще не очень дешево продал пару моментов были но неплохая машина так как у нас авто обзоры желательно чуть поточнее за сколько ты купил млку и за сколько продал честно не помню за сколько купил блин как и за сколько продал никому не говорит знаешь что я всем говорю что продал дороже знаешь почему каждый встречный в а ты дешево продал я у тебя купил бы ее короче вот я обманули короче да да все говорят почему так дешево продал честно я свой мл она выглядела очень хорошо я ее продал за миллион семьсот до миллион семьсот она есть и искать такую за миллион 700 не найдешь я всем говорю продал за миллион девятьсот понял чтобы отстали от меня а такая нормальный миллион 900 миллион семьсот отдал там продал короче прикинь пацан дагестана приехал сразу же забрал короче сам без проверку продал вот зачем ты так дешево продая у тебя купе но так что вот такая история уже а гелик почему тоже говорю разную цену там тут спрашивают ну честно ты знаешь если ты если ты называешь разную цену назови зрителям примерную сумму чтобы если там ну ребят смотрите давайте так я машинку был своего знакомого очень хорошего знакомого гелик 15 того года 6 и 3 с пробегом 27000 чип просто ради интереса пробейте об авито на такую машину ценник 6 миллионов 5 800 я эту машину взял за 54 миллиона за 54 миллиона взял эту машину такую машину за 54 миллиона раз на рынке не найти если там посрочно не тем более 30000 практически новая машина и тут есть дополнительные опции знаешь тут музыка другая тут brabus подвеска без это подвески я не знаю как люди катаются на таких машинах то есть разница на дороге с brabus сам и без это вообще держит дорогу хорошо да конечно да лучше чем ну и диски до который мне очень сильно нравится у тебя была такая ситуация вот ты едешь да в поворот на трассе заезжаешь и думаешь блин еще чуть-чуть оседать она перевернется конечно да пони я утром выехал помыть машину залил бак еду на 140 родина приору обгоняю такое чувство тасс шашашашашашаш вот так еле-еле-еле вот так короче поворот завернул еще такая ситуация что руль знаешь такой гуру это далее я просто не разберу горда и не знаю что такое на эмэля только пальциком крутил то есть это о это вообще разные вещи посложнее или что-то испортилось ты имеешь ввиду посложнее просто сложнее крути да 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 бандитская машина чего ты хотел ты же качок все да да ну не знаю я видел много раз в москве там тут что старая гелика 2005-2006 года катаются такие худенькие девушки да я не знаю как и у них получается упирать машину руки устают даже у меня руки устают я не знаю как худые девушки килограмм 45-50 вот такие машины ребята как я уже говорил у каждого человека есть зависть есть но эти моменты есть просто что хочу сказать также у меня не завистью других людей ну наоборот вы должны радоваться другого человека и вас это должно мотивировать стать лучше чем он и люди которые которым я не нравлюсь который меня ненавидит но ненавидите меня и дальше это меня больше мотивирует я буду дальше будет делать то что я хочу это что мне по душе так что смотрите наблюдайте а кто кто тот кто меня любит вам большое спасибо и я буду вас радовать на своим контентом и даже такая ситуация что кто-то ко мне обращается в директ да за помощью чем могу я всегда помогаю так что я считаю что наоборот люди должны радоваться да но такое время кажется виду это какие-то сплетни я просто не понимаю все это у меня даже времени не бывает как бы кого-то обсуждать ну зачем мне это да я человек который себя уважаю и мне нету времени другого обсуждать я лучше буду работать так чтобы про меня говорили понимаете вы должны сделать так что вы про вас говорили а не вы про кого-то другого асхаб мы с тобой разговаривали я услышал такую фразу что ты в 17 лет купил гли м м м м а знаешь когда сейчас я не знал что такое мл гли я сказал что купил гли и все начали писать разоблачение снимать это не гли это мл я просто не знал то есть ранится единственно в том что экран да и все салон мой мелкий другой я тоже следил за этой истории я только разоблачение про это сняли его я врага извините извините я просто не знал что такое может провела и просто знаешь тебе нужно было сразу объясниться потому что вот я как зритель я тогда с тобой не был знаком я тебе так скажу извини что перебил я считаю что я не обязан не перед тем извиняться и как-то оправдоваться либо объяснять про меня снимать много что я ни одному человеку не снял ответку мне это незачем понимаете просить пусть снимают я такая личность интернете смс это будет странно ну за мной наблюдают хорошо и снять про меня выпуск это знаешь это круто жек-пот можно словить можем миллион просмотров набрать спокойно вот в чем суть и все снимают про меня заметьте набирайте тамаев про мои прыщи снимают по мне у меня самые популярные прыщи в россии просто пробейте там интернете мои прыщи набирают пополтора миллиона просмотров такив просмотра ненавирует и популярны людям в россии вот что я хочу сказать разоблачение всегда будет снимать я считаю что-то тупо перед тем-то говорить что это не говорю яけど именно я понимаю просто смотри я хочу объяснить тебе силацию вот я например как зритель смотрю я как бы ну вот чуть-чуть я разбираюсь в машинам я понимаю что это м-л-ка и когда ты говоришь гр‌ли у меня автоматически хочу я этого или нет ко мне автоматически приходят мысли блин а почему он обманывает зачем ему там типа понтуется что ли типа но это хочешь не хочешь каждому человеку этим этим нельзя за это осуждать да я согласен конечно ребят вы имеете полное мнение осуждать критиковать писать комментарии это 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 медиаполе вы имеете полное право делать то что вы хотите то что хотим но грани есть конечно когда я себе купил ешку ешку 63 я купил там туда-сюда там хвастаюсь в сторисах и люди это такая сущность это не 63 это не 6 это обвес это обвес это обвес на зло снял 5 сторисов подряд открыл капот показал что под капотом техпаспорт пока я никогда такого не сделаю вот видишь но у меня же автоконтент а я такое никогда не сделаю скажут мне все равно и хорошо слава богу пусть будет 35 пусть люди думают что нету денег и наверное многие заметили что давай так если ты думаешь я кошмар куда люди думают кошмар там богатый вот 10 iphone достань свой телефон 12 насколько стоит сейчас 45 на 40 тысяч а сколько стоит ну сотку больше сотки стоит телефон вот это мой первый телефон заработанные деньги я провал графики тренрог график питания по 300 рублей купил телефон он стал тогда если не ошибаться 42 тысячи рублей либо 36 я просто не помню вот ну эти 22 телефона этому два года если не ошибаюсь этому три года или четыре года например вот так знаешь почему я покупаю себе 12 iphone например потому что бабки есть не и у меня был 11 сейчас 12 контент я снимаю этот телефон мне приносит деньги понимаешь я снимаю ты не видишь ли столько новых возможностей то есть я могу там я знаю как-то так этому телефон бедно зависает такие вот видишь это же тебе неудобно для контента а у меня постоянно stories и можете снимать у меня телефон загружены постоянно элементарного для ты был когда мы снимали видео с хазбиком мы потратили 200 тысяч рублей грубо говоря и люди говорят почему ты себе телефон не купишь почему это ребят а если вы думаете что контент они затратные вот каждое видео на моем youtube канале это от 100 тысячи ну и до 250 пока что максимум вот если вы не разбираетесь то это до 100 тысяч до 250 тысяч рублей каждый ролик и вкладываюсь контент а покупаю рекламу на свой аккаунт ну такие затраты был такой период это было знаешь полгода назад я закупился рекламу на свой аккаунт на три с половиной миллиона рублей у меня добавила 700 тысяч подписчиков то есть группа там тут я закупился рекламой если вы думаете что это как бы но это бизнес то есть то деньги тоже крути ты покупаешь рекламу у другого тебя покупают рекламу друг другой такая история а ты поднялся прям с нуля или у тебя был какой-то изначальный бюджет никого бюджета не было никого бюджета не было я просто снимал ролики где было интересно на первую рекламу сделал когда у меня было 400 тысяч подписчиков если я не ошибаюсь есть я не ошибаюсь может быть до этого была какая-то реклама но я продал рекламу за 300 рублей за 400 рублей прикинь имея 700 тысяч подписчиков у меня стоит смотрели по 300000 под 300000 просмотра это был тогда на хайпе с кириллом терешина они на к с кириллом терешина у меня вообще просмотры история смотрели по 900000 900000 я тогда продавал рекламу за 5000 рублей до за 5000 рекламу покупали и все у меня покупают к думаю блин а чё так много покупают да я просто не разбирался я думал что 5000 рублей за один сториз это как бы очень большие деньги но сейчас я понимаю какими дураком был тогда можно разов в 30 тогда можно было бы знаете купить гелендваген может 5 на кирилла дерева что можно было купить сейчас да сейчас ценники разные я иногда сам удивляюсь от таких ценников ты сам прекрасно понимаешь какие ценники сейчас урод блогеров это вообще кошмар то есть такие деньги я не знаю почему так такие большие деньги ладно друзья мы были в гостях у асхаба тамаева и сняли обзор на вот эту вот куклу всем огромнейшее спасибо за пользу из музыку кого как может бандит куклой так так и знаешь кукла в моем понимании значит это красиво красивая машина я все она не красивая красиво на на брутальная надо слова подбирать гелику понимают в чем в чем равенство между гелика и другими машинами она некрасиво она брутальная это прав в общем друзья это был обзор на брутальный гелик асхаба тамаева всем огромнейшее спасибо за просмотр подписывайтесь на канал подписывайтесь на асхаба тамаева хотя бы все на него и так подписаны всем огромное еще раз спасибо за просмотр увидимся сломали